Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова, Таролог. Сегодня мы погадаем на замечательную тему, на Таро Ворон. Является ли человек предателем? Ну вот вы загадываете человека, и вот предавал ли этот человек вас, является ли он предателем, или предаст, может быть, в будущей перспективе. И у нас с вами будет три позиции. И в видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, вы загадываете человека, ну или двух-трех людей на разные позиции, и вот является ли человек предателем, или может быть он будет предателем в вашей жизни. Извиняюсь, это соседи кричат. И первая карта, она покажет ваше отношение к этому человеку. Вот как вы к нему относитесь вообще, в принципе, да, вот хорошо, плохо, или нейтрально, может быть, или еще как-то. Итак. Три карты, три позиции. Первая позиция, агат. Вторая позиция, амазонит. Третья позиция, тигровый глаз. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Является ли человек предателем. Итак, наш серый агат. И первая карта, как вы относитесь, да, к этому человеку. Ну, здесь выпала карта шестерка пентаклей. Эта карта показывает, что вы относитесь к человеку хорошо. Вы как раз-таки, видите, весы, да, доверяете этому человеку, считая, что вы равноправны с ним, или что он является для вас каким-то хорошим человеком. Может быть, в чем-то покровительствует вам, помогает вам, или вы друг другу помогаете. Эта карта показывает серьезное, хорошее, доброе отношение ваше к этому человеку. И вообще, как будто вы с ним чем-то делитесь. Вот видите, вот они вместе, да, едят, да, вот вместе едят. То есть, они чем-то поделились друг с другом. И вот вы также, вы можете делиться как ресурсами, энергоресурсами, душевными какими-то переживаниями. То есть, ну, вот как-то доверяете вы этому человеку, и очень-очень положительно к нему относитесь. Хорошо, давайте посмотрим, как этот человек к вам относится. Как этот человек к вам относится. Вышла карта Королева Кубков. Королева Кубков показывает всегда очень хорошее отношение человека по, ну, к вам, да, по отношению к вам идет чувство, там, ну, нежности, может быть, даже какой-то любви, заботы. Материнские, отеческие чувства или чувство романтической любви. Знаете, как человек о вас беспокоится всегда, переживает и хочет, чтобы вы были счастливы, хочет вам помочь, имеет к вам искренние какие-то чувства. Но мы с вами всегда знаем, что склонны врать, обманывать, предавать даже самые близкие люди. Почему мы вообще, ну, с вами решили сделать этот расклад, да, потому что все знают, что каждый живет в себе. И врать или предавать склонны абсолютно все, практически все. Очень редко ты можешь найти в мире человека, который, ну, действительно был бы настолько вот лоялен и честен, да, что не смог бы наврать, предать и так далее. Поэтому мы обязательно сейчас проверим. Вот при всем хорошем отношении вы к нему хорошо относитесь, он к вам хорошо, этот человек относится, ну, или она, да. А является ли человек предателем? Является ли этот человек предателем? И вышла карта отшельник. Вы знаете, отшельник показывает человека, который, ну, вряд ли является предателем, да, но человек духовно развивается и все равно себе на уме. Ну, то есть у человека есть программа одиночества и отделенности от других людей. Вот я хочу еще карту пояснения здесь. Видите, идет тройка кубков. Человек довольно-таки счастлив, да, оттого, что вы есть в его жизни. Но у него при этом по отшельнику есть программа одиночества, да, которая отделяет его от других людей. Предавать по этим картам он вас не будет. Но, однако, есть вот такой момент, что если ему нужно будет уединиться, вы можете воспринять это как предательство. То есть любую отделенность от вас в этом человеке, допустим, уход в себя, закрытие в себя, вы можете посчитать как предательство, хотя это будет совершенно не так. У человека нет плохих намерений к вам и не было. Но у него есть какой-то у этого человека свой жизненный путь. И ему нужно его проходить, проходить свой опыт. Человеку радостно, весело с вами, может быть, даже и хорошо, и душевно. И общение, допустим, ну как для него, продуктивное, радостное, оно хорошее. Но и свои какие-то жизненные предназначения ему нужно выполнять. И если он будет отделяться от вас в какой-то период времени, не навсегда, а вот на какой-то момент, вам не нужно это воспринимать как предательство. Просто мы каждый выполняем какие-то свои задачи. Давайте посмотрим, будет ли предательство от этого человека в будущем. Вышла карта императрица. Нет, я бы сказала, что сам по себе человек предавать вас не будет. Наоборот, постарается в жизни всегда заботиться о вас и думать о вас. Но иногда забота, она может проявляться вот в виде отшельника, да. Мне лучше отделиться от тебя, иначе тебе будет хуже. Ну то есть, я не вижу, чтобы этот человек вас совершенно покинул и оставил, но я вас предупредила, да, что этому человеку нужно давать свое личное пространство. В целом он может продуктивно и много времени с вами общаться, может быть много лет, поддерживать какую-то взаимосвязь, какую вы здесь загадали. Но вам нужно учитывать его интересы, что у него есть свои жизненные задачи, свое предназначение, свои желания и свое духовное развитие. Ну вот такая позиция номер один. А мы идем с вами дальше, к позиции номер два. Наш Амазонит. И первая карта показывает ваше отношение к этому человеку. Паш Пентаклий, вы хорошо относитесь к этому человеку, слишком открыто, вы доверяете этому человеку абсолютно все. Вам кажется, что это ваш свой как человек, ну, неотделимый может быть от вас, или тот, с кем очень просто. Вот как будто бы вы можете быть раскрепощенным человеком рядом с ним. Вы считаете этого человека, допустим, хорошим другом. Или даже если это любимый человек, но вам есть о чем поговорить, то есть все равно друзья. Все равно вы как, ну, приятели, получается, даже если в браке, или там в отношениях, или в работе, да, все равно есть тут какая-то дружба, приятельские отношения. Вы всегда смотрите на этого человека, изучаете его, учитесь через него, он много чего хорошего может вам в жизни посоветовать. Вы полностью доверяете этому человеку и очень хорошо к нему относитесь. Всегда приветствуете, да, вот когда он хочет пообщаться с вами, вы всегда приветствуете. Можете проявлять к нему инициативу, это тоже, ну, здесь вполне такое может быть. Хорошо, а как этот человек относится к вам? Как этот человек на самом деле внутри себя относится к вам? Вышла карта сила. Сила говорит о сильной привязанности. Человек терпит ваши недостатки. Вот так могу сказать. Он к ним притерся, но когда-то ему было сложно. У вас сложный характер оказался. И если у человека характер менее сложный, чем у вас, вам с ним было адаптироваться легче, то у вас очень сложный характер, и ему пришлось к вам привыкать. Пришлось терпеть ваши недостатки, прощать их. Прощать, может быть, какие-то грубые слова или еще что-то. Но при этом он привязан к вам, он испытывает к вам прям очень сильную привязанность, такую моральную и, может быть, даже физическую, если это любовное отношение. Как будто бы тот, кого мы укротили, он тоже часть нас. И у человека полное ощущение, что он смог вас как будто бы приручить, понимаете, укротить. А вы смогли приручить и укротить его. И пробовать снова сложно. То есть допускать, чтобы еще кто-то это делал в его жизни, это сложнее, понимаете, если уже прошел это с кем-то. Вы для него своего рода человек, с которым сложно образовывалась какая-то связь. И пройти заново такой путь с кем-то еще не готов. Поэтому вы сейчас на сегодняшний день, кто-то для него, возможно, даже незаменимый. Неважно, какого рода эти отношения. Является ли человек предателем? Потому что каждый может быть предателем, абсолютно любой. Восьмерка мечей. Еще карту достану. Жрица. Здесь проблема в другом. Понимаете, этот человек, он что-то от вас скрывает. Он это не сказал и не скажет, скорее всего. В этом проблема. У него есть тайна. Вот если вы узнаете правду, вы посчитаете, что он вас предал, потому что это не рассказал. А он считает по-другому, что там и близкие люди, общаемся, но я не скажу. Я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Понимаете? То есть у него есть то, что он скрывает и ни за что не хочет, чтобы кто-то узнал. И это не говорит о предательстве. Но вы это можете посчитать как предательство, потому что вы считаете, но это же мой человек. Я ему доверяю. Он должен. Он должен рассказать мне абсолютно все. Нет, он не должен. Это неправда. Он вам не должен рассказать. Нет. У каждого должна быть какая-то в жизни тайна. Я не верю, что есть люди, у которых совершенно нет ни одной тайны. Они могут делать вид, но если поковыряются в своей голове, они естественным образом запирают что-то внутри себя. И я думаю, что у вас от этого человека тоже есть какие-то секреты. Но вы думаете, что вы ему рассказали абсолютно все. Но это не так. Совершенно не так. И вот у него есть тайна, но вы считаете, он обязан. Понимаете? Будет ли он предателем в будущем вашей жизни? Пятерка мечей. А вот здесь возможно. Есть большие риски очень сильной вражды между вами, войны. Есть риски мести друг другу за что-то. Давайте представим, что вы узнали эту тайну. Естественно, вы отыграетесь на нем. Проедетесь по нему как танком, потому что у вас тяжелый характер. И начнете ему мстить. Между вами начнется бойня. Самая настоящая, прям битва. Потому что всегда больней всего от того, кого ты воспринимаешь как близкого. Или любишь, или дружишь. Ну, когда нарушается, типа, доверие, да, вот этими тайнами. Тебе кажется, тебя предали, хотя это не так. Нет. Почему вам так важно, чтобы было все прозрачно? У каждого есть своя личная жизнь. Даже у самого любимого и близкого человека. И у вашего сына и дочери тоже. И у внуков. У всех своя есть жизнь личная. Понимаете? У всех. Поэтому я вам так скажу, что это не предательство. Но вы это так воспримите, и между вами будет очень-очень сильный конфликт. Как его избежать? Как избежать этого конфликта? Две карты случайно достала. Рыцарь Пентакли и справедливость. Понимаете, если вы так хотите, чтобы человек поведал вам эту тайну до начала конфликта, вам нужно тоже быть честнее. Вы себя превозносите, вы себя считаете непогрешимым человеком, который все рассказал. Но это не так. На самом деле вы о себе очень много чего не рассказали. Если вы расскажете, человек, возможно, тоже расскажет. Понимаете? Но стоит ли вообще задевать эти грязные места? Стоит ли до конца жить в этой откровенности? Нужна ли она? Задумайтесь. И когда вы узнаете, что человек что-то скрывал, может быть, просто не стоит закатывать истерику, а по рыцарю Пентакли и справедливости помедлить, подумать, понять, что в жизни всё нужно взвешивать, свои слова взвешивать, свою вспыльчивость. Может быть, нужно уметь держать себя в руках по этим картам. И тогда, если вы скандал не закатите, а смиритесь, то у вас продолжатся нормальные отношения без всяких предательств. Ну, вот такой ответ по второй позиции. У вас какое-то прям большое я. Вот так могу сказать. Третья позиция — тигровый глаз. И вы загадали здесь человека. Мы спрашиваем с вами, является ли этот человек предателем. И первая карта, как вы к нему относитесь. Десятка мечей в отчаянии, раздавлены. Вы очень переживаете, мучаетесь из-за этого человека. Считаете, нет выхода из той ситуации, которая сложилась. Из-за этого человека у вас душевная боль, постоянная. Какая-то непрекращающаяся боль. Вы знаете, если вас не резонирует, вам нужно выбрать другую позицию. Там, где ваши чувства будут отражены на самом деле. Но если вы действительно чувствуете это, то десятка мечей показывают темную ночь души, слезы, раздавленное состояние, страдания и боль. Вот как вы относитесь к этому человеку. Вы спросили, является ли он предателем. Вы переживаете из-за него или из-за его предательства, которое уже случилось, и вы снова спрашиваете? Интересно. Если вы переживаете из-за него, будет понятно. Но если вы переживаете уже из-за существующего предательства, зачем спрашивать снова? Хорошо. Давайте посмотрим, как он к вам относится, этот человек. Карта суд. Ну, суд показывает, что этот человек считает у вас кармические отношения. Вы связаны с судьбой, во-первых. Во-вторых, он как будто бы несёт в виде ваших отношений в жизни тяжёлый крест. В-третьих, что-то, возможно, он хочет возродить в этих отношениях. И также в чём-то он вас упрекает или осуждает. Как ни крути. Не совсем согласен. Вот так. И вам может казаться, что вы кристально чисты. И это он плохой, но это не так. Однако этот человек тоже испытывает некий кризис внутри по поводу вас. Но у него есть надежда на какое-то возрождение или реабилитацию. Хорошо. Давайте посмотрим, является ли этот человек предателем в вашей жизни. Вышла карта. Девятка кубков. Проблема в его жизненных удовольствиях. Он очень привязан к жизненным удовольствиям. И любит себя. Любит то, что он чем занимается, что делает, как он живёт. Ему всё нравится. Он живёт в радость себе. И вы можете то, что он получает от жизни удовольствие, воспринимать как предательство. Почему? Потому что я же страдаю в этот момент из-за тебя. Ты несёшь мне проблемы, какие-то трудности. Я их решаю. Разгребаю твои косяки, долги или ещё что-то. А ты живёшь в своём удовольствии гад или гадина. Как ты можешь? Как тебе не стыдно? Понимаете? Является ли это предательством с его стороны? Как вы считаете? Король мечей. Этот человек убеждён в своей правоте, что он должен жить так, как он хочет. И получать те удовольствия от жизни, какие он хочет. И он считает это справедливым. Знаете, что нужно сделать с таким человеком? Перестать решать его проблемы, конечно, не нести их на себе и сделать так, чтобы он не создавал проблемы вам. Понимаете? Это только и всего. По сути, слово предательство здесь исходит только от вас. Ну, то есть, вы воспринимаете это как предательство. На самом деле, этот человек просто эгоистичный, самовлюблённый. Он просто живёт. Ну, пусть даже за счёт чужих ресурсов, но живёт, как он хочет. Пользоваться ли другими людьми, это дело его совести. Но вы как будто бы позволяете пользоваться собой. В этом проблема. В будущем будет ли он предавать вас? Рыцарь кубков. Этот человек в будущем идёт по пути своего сердца. Реализовывает свои мечты. Как он реализовывал свои мечты и жил по своему желанию, и по своему сердцу, и по своей интуиции. Так и будет жить. Кстати, это умный человек довольно-таки. Но у него мало сострадания к людям. И, конечно, сострадания к вам у него, наверное, нет. Вы любите этого человека. Вы заботитесь о нём. Вы хотите для него всего самого лучшего. Он считает, что вы для него карма. Человек, который есть рядом. Который связан с ним судьбой. И от которого вряд ли куда-то деться. Но если б можно было, наверное, он бы всё-таки куда-то делся. Жил так, как ему нравится. Общался с тем, с кем хочет. И получал все радости жизни, какие только можно. Вот и всё. Ему нужна свобода. И, конечно, по пути этой свободы он и будет в будущем идти. А не по тому, как вы ему сказали. У вас могут быть замечательные отношения. То есть, пойди и вы по пути своего сердца. Он просто будет идти рядом и хорошо к вам относиться. Но пока вы играете жертву, решаете его проблемы, несёте на себе его крест. Делаете что-то за него. Он просто получает удовольствие от жизни. Конечно, нормальных взаимосвязей и отношений у вас не получится. К сожалению. Предательство ли это? Вот в чём вопрос. Задумайтесь. Ну, вот такая позиция номер три. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока. До новых встреч.